Добрый день! Вы присоединились к презентации результатов исследования «Кто поддерживает экономические реформы в Беларуси и могут ли эти люди изменить свое мнение?» Исследование проведено исследовательским центром БИРОК при поддержке фонда Фридриха Эберта. Проект представляет результаты опроса, который провели, чтобы выяснить предпочтения беларусов и беларусок в области экономической политики. На этой презентации вы узнаете, какие экономические страхи беларусов подпитывают поддержку диктатуры в стране, какие экономические предпочтения у разных социальных групп, а также вы узнаете результаты эксперимента, как разные формы подачи информации влияют на восприятие экономической политики и отношение к ней. Результаты исследования представят его авторы Лев Львовский, академический директор центра БИРОК и Виолетта Панасевич, исследователь центра БИРОК. Также во встрече принимает участие Кристофер Форст, представитель по Беларуси фонда Фридриха Эберта. Меня зовут Наталья Гантиевская, я представляю беларусский пресс-клуб и модерирую встречу сегодня. И буквально несколько организационных моментов, и я передам слово нашим спикерам. Сначала с небольшим приветственным словом выступит Кристофер Форст, затем пройдет презентация результатов исследования, и после спикеры ответят на ваши вопросы и комментарии. Рабочие языки встречи, русский, белорусский и английский. Свои вопросы и комментарии, пожалуйста, оставляйте в чат, он внизу экрана, вы найдете соответствующую строчку, либо обозначение чат. И после презентации будет время их озвучить и ответить на них. А сейчас слово Кристоферу Форсту, представителю по Беларуси фонда Фридриха Эберта. Кристофер, пожалуйста. Большое спасибо. Я буду говорить по-английски. Добро пожаловать. И от у меня фонда имени Фридриха Эберта. Прежде всего хотелось бы поблагодарить Льва, Виолетту и Крис-Клуба Тараса, всех, кто поучаствовал в создании этого мероприятия. Я считаю, что средний гражданин лучше понимает, как развивается экономика и что нужно для достижения улучшения экономического состояния. Несмотря на то, что иногда существуют какие-то противоречивые влияния, они не настолько противоречимы, как может показаться. Однако в Беларуси есть много нюансов, и сегодня мы узнаем более детально, какие они. Я думаю, что очень важно в контексте этого исследования всегда помнить о истоке Беларуси. Какой другой страны нет в Европе в таком экономическом строении. Ну, в принципе, мы видим, что госсистема иногда активно влияет на понимание гражданами экономической системы, и мы бы все хотели избежать опять повторения опыта 90-х и погружения в него. Для этого нужны определенные либеральные реформы. Конечно, несколько слов о немецком опыте. Несколько раз надо было реформировать экономику. Нам в 50-х годах XX века, после войны, у нас было экономическое чудо, как говорят. Определенные были условия для этого и помощники. И мы понимали, что нужен был систематический и очень внимательный подход. Мы затем перешли к использованию открытого рынка. И потом, в 90-х годах, когда объединилась Германия, это был новый подход уже. Иногда Германия говорит, что у нас есть реформистские пробки, то есть иногда реформ не хватает. Мы работаем над этим. Конечно, в 90-е годы, нам нужно было усиливать экономику бывшей восточной Германии. Это было самое главное. По сути, я думаю, что нам было намного проще, чем в Беларуси сейчас. Однако, это оказалось нам сложнее, чем мы предвидели. Тот факт, что есть еще большая разница экономическая между Западом и Востоком Германии, показывает, что нам еще есть к чему стремиться. И нужно увеличивать реформы. Но, тем не менее, мы все понимаем, что к каждой системе, к каждому государству нужно найти свой подход. Мы знаем, мы видим, что система Беларуси, она не очень устойчивая в плане экономического развития. Видимо, нужно что-то другое. Однако, все зависит от самих беларусов. Как только в Беларуси появится по-настоящему демократическое государство, это, надеюсь, будет не так, как в ближайшем будущем. Экономические реформы будут обязательным решением для всех. И, однако, нам нужно уже сейчас проанализовать, что происходит в стране и как люди понимают ситуацию. Для этого мы понимаем, что нужны будут хорошие экономисты. И сейчас я передаю слово авторам исследования. Надеюсь, что мы сегодня очень много нового знаем и не специалисты, даже такие, как мы. Получим очень много полезной информации. Пожалуйста, вам слово. Кристофер, благодарю. Лев Львовский, Виолетта Панасевич представят результаты исследования. Спасибо большое, Кристофер. Я хочу для начала выразить благодарность фонду Фридриха Эберта, пресс-клубу «Беларусь» и всем, кто сегодня собрался. Мы сегодня презентуем исследование, которое было проведено Екатериной Барнуковой, Виолеттой Панасевичем и мной. Собственно, в чем мотивация этого исследования? Мы знаем, что последние десятилетия до 2020 года в Беларуси росли прорыночные настроения. И, собственно, Беларусь одна из топ-трех стран Европы всегда была в последнее время по поддержке таких довольно либеральных прорыночных реформ. Понятно, что есть исключения. Но мы хотели узнать, изменилось ли что-либо с 2020 года. С 2020 года изменилось много всего. Тут и ковид, и война, и протесты, и их подавление. Была большая эмиграция из Беларуси. Так что одна из целей этого исследования было просто-напросто замерить, как изменились экономические ценности беларусов, их поддержка или не поддержка тех или иных реформ, и изменились ли эти ценности. Влияет ли текущая пропаганда как-то на мнение беларусов, забегая вперед, где-то влияет, где-то не влияет. А также мы хотели немного глубже взглянуть в то, насколько мнение беларусов неприступно, или же его можно поменять, какие априорные ожидания вложены в головы беларусов, и можно ли их изменить какими-то месседжами. Первую часть презентует моя коллега Верета Панасевич, а вторую часть я. Спасибо, Лев. Всем добрый день. Давайте без дополнительных предисловий сразу к делу. Анализ у нас, как обычно, строится на базе онлайн-апросто, который был проведен в осенью 2023 года. В нем представлены взрослые горожане. Выборка репрезентативна по полу, региону и возрасту. В целом классический онлайн-опрос. И начать следует с определения в целом у беларуских экономических ценностей. В целом их можно узнать по всемирному обзору ценностей, который проводил Инглхард долгое количество лет, и Беларусь с ним принимал участие с 1990 года. Но последняя волна исследования была датирована 2017 года. А мы решили сравнить, изменилось ли что-то за 5 лет на 2023 год. И оказалось, что изменилось немного чего. Например, отношение к конкуренции оставало стабильным протяжением всех волн опроса и в нашем опросе в том числе. Около 80% считают, что конкуренция – это хорошо. Не изменилось отношение к упорному труду. Все еще большинство респондентов считает, что именно он приводит к успеху, а не удаче и связи. Также доля людей, которые считают, что должна быть увеличена доля частной собственности, осталась примерно на прежнем уровне. Единственное, что изменилось в этом вопросе – это доли затрудняющихся с ответом. Раньше их было около 4% в 2017 году, а сейчас доля несколько увеличилась. Однако в целом все равно поддерживают увеличение доли частной собственности. Единственный вопрос из блока экономических данных, который прицепил значительные изменения, в котором происходят интересные трансформации – это отношение к личной и государственной ответственности. Ответственность за свое обеспечение. А раньше мы замечали и диагностировали значительный рост индивидуальной ответственности почти на 30% пунктов с 1996 года до 2017 года. Значительно изменилось отношение к индивидуальной и государственной собственности. Однако в нашем онлайн-опросе ситуация вернулась почти до уровня 90-х, когда около половины респондентов говорят о том, что это государство должно нести ответственность за то, чтобы люди были обеспечены. И у этого феномена есть несколько объяснений. Одно из самых, наверное, очевидных – это изменение восприятия формулировки вопроса с 2020 года. Возможно, после 2020 эта формулировка, что государство должно нести больше ответственности, трансформировалась в «государство просто не должно мешать брать на себя ответственность». Однако это также может быть связано с типом проведения опроса. У нас все же это онлайн-опрос, а во всемирном обзоре ценностей – это телефонники и личные интервью. Так что тут могут быть статистические неточности в любом случае. Ну и после «блока экономических ценностей» мы решили задать несколько блоков экономических целей для страны, чтобы респонденты выбрали, какие они считают наиболее приоритетными на следующие 10 лет. И почти в каждом блоке выигрывали, условно выигрывали экономические цели. Например, 65% респондентов желают белорусской экономике стабильности в сравнении с более гуманным обществом или в сравнении с борьбой с преступностью, что почти не выбирают. В то же время белорусской экономике желают экономического роста. Это значение выше, высокая обороноспособность. Также около трети респондентов желают, чтобы государство или люди были с ростом цен, а вместе с этим же влиять на государственные решения. Ну и как итог популярности этих экономических целей, около 72 респондентов желают и говорят о необходимости экономических реформ в стране. А в то же время 71% респондентов говорит, что необходимо реформировать больше половины всех отраслей экономики. Если мы посмотрим на возможные экономические реформы, то тут сразу бросается в глаза достаточно высокий уровень неопределенности. Около 24% респондентов затрудняют с ответом, какие именно экономические реформы нужно приводить. Однако в чем не сомневаются, это в том, что необходимо обеспечить равные условия конкуренции для государственных и частных предприятий. И в целом достаточно закономерный ответ, так как около 74% респондентов считают, что государственные компании работают не так эффективно, как частные, а частные гораздо более эффективны. Следующая по популярности экономическая реформа достаточно неожиданная оказалась для нас. 68% респондентов голосуют за улучшение фондового рынка в Беларуси и желают развития рынка ценных бумаг и акций. Следующие три по популярности экономической реформы, они также про бизнес. 64% респондентов желают снижения налоговой нагрузки на частные предприятия, и также около 60% уже говорят, что налоговая нагрузка достаточно высока для бизнеса. Также следующее достаточно коррелирует с первой экономической реформой, желают ограничения влияния государственной принятия решений в частном секторе, ну и почти половина респондентов желают приватизации предприятий и бизнеса. Что касается скорости проведения реформ, то около 60% заявляют о том, что реформы должны быть, и должно быть одинаковое количество, равное как быстрых, так и медленных, а за супермедленные реформы, которые длятся несколько лет, голосуют только 9%. И вместе с тем люди осознают негативные последствия реформ. Тут тоже существует определенный уровень неопределенности, не уверены с ответом, какие именно последствия стоит ожидать, но в чем опять же не сомневаются, это в росте цен. 82% респондентов ожидают роста цен в течение 1-2 лет после проведения реформ. Ну и в целом белорусы по инерции, как будто бы боятся инфляции, 90% считают, что рост цен – это проблема для Беларуси. Также ожидают увеличение налогов, и около 60% говорят, что уже на данный момент налоги для условно простых людей достаточно высокие. Ну и ожидают в целом ухудшения материального благосостояния своих семей. То есть негативные последствия осознанно. Ну и вернемся, остановимся немного на росте цен. Помимо того, что белорусы ожидают увеличения роста цен и заявляют о том, что цены постоянно растут, как именно государство должно бороться с ростом цен, они как будто бы не определились с ответом. Так как 60% говорят о том, что нужно развивать рыночную конкуренцию, и тогда цены будут снижаться. И около половины голосуют за жесткое государственное регулирование цен, что мы, собственно, наблюдаем в белорусской экономике. Ну и 9% затрудняются с ответом. Поговорим немного, остановимся на отношении к налогообложению, какое предпочитаемое налогообложение желают белорусы. И тут мы решили узнать в целом, как они относятся к богатым людям в Беларуси. Потому что 66% считают, что более богатые граждане должны платить больше процентов налога, то есть так называемое прогрессивное налогообложение. Но отношение к белорусским бизнесменам нельзя назвать прям негативным. Около 70, чуть больше, процентов респондентов приписывают им везучесть в делах, приписывают креативу, талантливость и желание учиться и трудиться, разумеется. Вместе с этим 66% связывают их с действующей властью и говорят о том, что они получают гораздо более мягкое наказание в случае преступления. Ну и не совсем значительный в этой диаграмме вопрос, точнее вариант ответа, не платить налоги, но значительный с точки зрения предпочитаемого типа налогообложения вопрос, 45% говорят о том, что для белорусских бизнесменов характерно не платить налоги, что, собственно, можно понять, почему они выбирают, почему более богаты должны платить больше. На этом моя часть все. Передаю слово Льву с экспериментами, которые мы проводили. Да, вот. Собственно, назовем изюминкой этого исследования, было, что мы попытались провести три эксперимента над людьми. Эксперименты проводились следующим образом. Был такой генеральный вопрос, который нас интересовал, и в случайной третьей выборке мы давали какой-то положительный стейтмент, перед тем, как задать вопрос случайной третьей выборке мы давали какой-то негативный стейтмент, и нейтральный стейтмент или никакого стейтмента, оставшийся третий, чтобы посмотреть, влияют ли как-то вот эти наши предпосылки, которые мы даем людям перед ответом на вопрос, на их мнение. Тут у этих экспериментов две цели, или из них можно сделать два вывода. Первый – это насколько можно менять мнение белорусов, насколько, собственно, политики могут как-то проводить свои кампании, чтобы изменять мнение избирателей в свою пользу, или же мнение избирателей железобетонное, и никак его никуда не повернуть. И вторая цель эксперимента – это узнать, какое приорное отношение к данному вопросу у белорусов. То есть, если никаких стейтментов людям не давать, ни позитивных, ни негативных, скорее их мнение совпадает с негативом, то есть априори они думают про вопрос негативно, или позитивно, или нейтрально. Ну, первый эксперимент, собственно, в Беларуси любят говорить про приватизацию, так как приватизации в Беларуси особо это и не было. Если сравнивать, собственно, по всей выборке, если не давать никакого стейтмента, то у нас люди делятся примерно так, на три трети. Не нужно проводить приватизацию, нужно, и затрудняюсь ответить. Дальше мы, как я сказал, двум выборкам дали позитивный и негативный стейтмент. Позитивный заключался в том, что мы рассказали, что в Чехии и Польше в 90-х приватизация помогла привлечь инвестиции, запустить экономику, ну и сегодня экономики этих стран хорошо растут, хорошо развиваются. после такого позитивного стейтмента мы увидели значимое статистически увеличение числа, процента людей, которые считают, что приватизацию проводить нужно, и даже качественные изменения. То есть, после такого положительного посыла у нас больше половины респондентов начали отвечать, что проводить приватизацию в Беларуси таки нужно. Процент людей, которые считают, что не нужно, сократился до 22, и процент людей, которые затрудняются, тоже сократился. То есть, в основном рост поддержки случился за счет уменьшения тех людей, которые считают, что проводить приватизацию не нужно. Можно заключить, что мнение у этих противников приватизации в среднем не очень жесткое. Также мы давали случайные выборки негативный стейтмент. Мы, собственно, рассказывали про то, что про опыт России, где приватизация прошла неудачно, она стала непопулярной среди россиян, часто приводила к обогащению отдельных людей, закрытию предприятий и в среднем считается негативным примером реформы. После такого негативного прайера ответы людей никак не менялись относительно людей, которые отвечали без какого-то стейтмента. это означает, что априори, если с людьми не разговаривать в Беларуси, если им ничего не сообщать, то в головах у людей сидит скорее негативная картинка, схожая с опытом России в 90-х. Но, тем не менее, эксперимент показывает, что эту картинку можно изменить, проводя какие-то популяризаторские грандийские компании. Следующий эксперимент касается вопроса, который является большой болью экономистов, которые занимаются Беларуси. В Беларуси многие политики схожи с политиками других стран. Одно из таких больших отличий это то, что в Беларуси фактически отсутствует по своей безработице. Оно присутствует формально, оно равняется паре десятков долларов в месяц, получить его сложно, и выжить на пару десятков долларов в месяц все равно не может ни один беларус. Опять же, мы в начале третьей респондентов просто задали этот вопрос напрямую. Это популярная мера, 67% поддерживают, 24% против, и 9% затрудняются ответить. Дальше мы пытались еще двум подгруппам дать положительные и негативные стейтменты. Положительный заключался в разъяснении экономической логики по своей безработице, что оно позволяет людям найти лучшую для себя работу, что оно увеличивает эффективность экономики. Вот. И, собственно, из-за одной рассказывали, что сейчас в Беларуси невозможно прожить на текущей обслуживании безработицы. ответы у этой группы статистически неразличимы с ответами группы, которой никакой информации не предоставлялось. То есть, скорее, априори, у беларусов мнение положительное о пособии по безработице. Часть респондентов мы, наоборот, нарисовали такую негативную картинку, которая часто совпадает со многим, что говорится с высоких трибун в Беларуси, с мнением многих чиновников, которые транслируются в государственных СМИ, что пособие безработицы, оно только платит безработицу. В странах Европы люди живут на эти пособия, ничего не делают, искать работу не собираются, и государство просто кормит тунеядцев, так скажем. После такого негативного сообщения доля увеличения введения по безработице сократилась, но качественного изменения не произошло. То есть произошло сокращение поддержки с 67 до 58 процентов, это значимо статистически, но качественно все еще больше половины поддерживают такую реформу. Собственно, сокращение поддержки, оно было в основном за счет увеличения доли тех, кому не нравится эта реформа, и совсем небольшого увеличения тех, кто задрудняется ответить. Следующий. Ну и последний, третий эксперимент, он касался реформы пенсионной системы. Собственно, в Беларуси тяжелая, достаточно лимонографическая ситуация. В плане пенсионной системы у нас солидарная пенсионная система, и доля пенсионеров в обществе увеличивается, а этих пенсионеров надо обеспечивать из отчислений текущих работников. Причем, собственно, по лимонографическим прогнозам, если текущие тренды продолжатся, то ситуация будет только ухудшаться. Сначала части респондентов мы просто дали возможность ответить на вопрос без каких-либо пояснений, которые я только что привел. Нужно ли как-то менять пенсионную систему и как нужно. Без дополнительных пояснений 31% респондентов ответили, что реформа не нужна. Большая часть респондентов ответила, что необходима структурная реформа, которая в частности будет включать введение накопительного компонента. мы дали людям все возможные варианты, кроме варианта найти алмазы и нефть в белорусской земле. Можно не делать реформу и ждать, как получится. Можно делать реформу структурную, понять накопительный элемент, можно снижать пенсии, можно повышать пенсионный возраст, уменьшать долю людей, которые претендуют на пенсии. в повышении возраста мы давали две опции. Первая это привести в равенство пенсионный возраст женщин и мужчин и просто повысить всем. Так вот, как я сказал, большинство людей поддерживают введение накопительного компонента. Только один процент считает, что нормальная реформа это снижение пенсии. Семь процентов респондентов считают, что надо повышать пенсионный возраст женщин до пенсионного возраста мужчин. Это с экономической точки зрения абсолютно нормальная политика для Беларуси, особенно еще учитывая то, что у нас мужчины вообще живут на 10 лет меньше, так что мужчины у нас сейчас даже в среднем не доживают до пенсии. Ну и повышать пенсионный возраст всем с этим согласны 3% респондентов. Собственно, кроме группы, которой мы ничего не рассказывали про состояние в делах пенсии в Беларуси, была случайно определенная группа, которой мы рассказали собственно объективные факты, какие есть проблемы. Проблемы, что у нас рождаемость низкая, пенсионеров становится больше, поэтому собственно надо что-то делать, ничего делать нельзя. Но такое пояснение никак не повлияло на ответ респондентов, что означает, что люди, по всей видимости, достаточно хорошо осведомлены о состоянии дела с пенсионной системы, никто не думает, что у нас где-то огромные запасы, денег, и все пройдет прекрасно. Люди в целом понимают реальное состояние дел. Ну и, как я сказал, тут большинство людей выступает за то, что надо что-то делать, за реформы разного рода. Собственно, на этом эксперименты у нас закончились, и дальше мы еще попытались провести кластерный анализ, чтобы понять, какие есть группы, кластеры среди белорусских избирателей, и есть ли вопросы, по которым есть какая-то единогласная поддержка, или, наоборот, не поддержка, ну и есть ли место таким, так называемым identity politics в Беларуси, можно ли эти кластеры как-то на глаз отличить, кластер, я не знаю, мужчин с 30 до 40 лет, которые за все, или женщин с 20 до 20 лет, которые против всего, и так далее. Сначала, собственно, на кластеры наше общество делится, мы эти кластеры называли условно, если вы видели этот кластерный анализ, вы знаете, что всегда название кластеров довольно условное, это кластер консерваторов, потребителей, которые, собственно, думают про потребление, не про экономику в целом, осторожных реформаторов и дерзких реформаторов. Есть вопросы, которые поддерживают все, это вопрос по равным условиям ведения бизнеса, ведения хозяйственной деятельности, это поддерживают все группы населения, все кластеры, и второй вопрос, который тоже пользуется универсальной поддержкой, это введение прогрессивной шкалы налогообложения, ну, собственно, вот Виолетта уже говорила про этот вопрос, собственно, там сильно больше половины населения за, и вот даже по кластерам тоже всем в основном за. Приватизация, собственно, как и ожидалось, консерваторы скорее слегка против, потребителям без разницы, слегка за, осторожные реформаторы за, дерзкие реформаторы за, двумя руками. регуляция цен, за рыночные цены выступают реформаторы и дерзкие реформаторы, а консерваторы и потребители выступают против. Это такая мера, которая в среднем пришлась по вкусу белорусам, если в целом экономические ценности белорусов можно оценить как прорыночные достаточно либеральные, то в вопросе административного контроля цен тут белорусы скорее согласны с текущей властью. Что касается рынка земли, это довольно относительно редко обсуждаемый в Беларуси вопрос, то есть на самом деле копии не бьются, как например ломались копии в Украине, когда проводилась эта реформа и вопрос стоя остро. Консерваторы все же против введения частной собственности на землю, введения рынка земли, потребителям с большего безразницы, ну а реформаторы и дерзкие и осторожные выступают за. Вот, ну, собственно, дальше можно тоже посмотреть отдельно, но пойдем к следующему слайду. А вот следующий слайд говорит нам о том, что хоть в Беларуси существуют вот эти разные группы избирателей, разные кластеры, которые объединены какими-то общими ценностями, на глаз их различить в толпе скорее всего не получится. И вот identity politics для Беларуси скорее не актуально. есть разница по социальному, по возрастному составу, профессиональной занятости между представителями разных кластеров, но эти разницы довольно маленькие и по большинству вопросов статистически незначимые. Ну, то есть мы изначально предполагали, что реформаторы, дерзкие реформаторы, это какие-то так всегда думается, какие-то люди из больших городов, с большими зарплатами, самозанятые, баганты, но выходит, что это не совсем так. Да, средние доходы реформаторов осторожных и дерзких выше, чем средние доходы консерваторов-потребителей, но мягко говоря не в разы и разница не слишком существенная. По возрасту у нас тоже никакой разницы нет, по гендерному составу у нас скорее среди реформаторов преобладают мужчины, по жительству в Минске разницы нет, разница есть статистически значимая по малым городам, в малых городах наоборот, на удивление, мало консерваторов, меньше консерваторов и больше дерзких реформаторов, возможно, что причиной является то, что в малых городах у нас собственно условия жизни хуже, экономика хуже, и люди соответственно более восприимчивы к тому, что надо что-то менять. Образование у реформаторов тоже выше, чем у консерваторов и потребителей, но нельзя сказать, что все консерваторы и потребители это необразованные люди, тут тоже процент высокий. По самозанятости тут даже удивительно, то есть логично, что большинство самозанятых среди дерзких реформаторов, но меньше в группах консерваторов и осторожных реформаторов. По родительству имеют ли люди детей, на самом деле в подобных опросах в других странах это является таким важным фактором, характеризующим отношение людей к экономическим реформам. Обычно люди с детьми более осторожны и так далее. Но в нашем случае это не является никаким фактором. Собственно, одинаковый процент людей имеют детей во всех кластерах. Ну, собственно, можно закончить на пенсионерах. Среди дерзких реформаторов пенсионеров слегка меньше, но зато во всех остальных группах пенсионеров одинаковая доля. Есть ли у нас следующий слайд? Да. Ну, и в заключении в целом мы увидели, что экономические ценности, экономические аспирации белорусов не сильно поменялись с 2017, с 2020 года, с былых времен, так скажем. серьезные изменения произошло в так называемом локусе контроля, в том, кого белорусы считают ответственным за свою жизнь, но тут возможно, что действительно изменилась формулировка. Если раньше люди отвечали чаще, что они сами ответственны, то сейчас чаще отвечают, что государство, но возможно, что просто сейчас они по-другому воспринимают вопрос, например, как на ком лежит вина за состояние текущих дел, ну и в таком плане они отвечают, что вина лежит, например, на государстве. Все самые важные реформы в Беларуси, важные по мнению, так скажем, экономистов, белорусы скорее поддерживают отношение к приватизации более-менее позитивные, само по себе оно нейтральное, но белорусы в этом вопросе позитивно отвечают на информирование, особенно по безработице, вообще все поддерживают, все поддерживают, большая часть поддерживает реформы пенсионной системы, большая часть граждан поддерживает некоторые социальные элементы экономики, такие как введение прогрессивной шкалы налогообложения, и экономические кластеры в Беларуси есть, но они не сильно зависят от социально-демографических характеристик, больше вот зависят от состояния ума и души. На этом я закончу, и мы будем рады ответить на ваши вопросы, и к ответу может подсоединиться третий автор исследования, Екатерина Бурнукова, которую мы тоже рады здесь видеть. Лев, Виолетта, огромное спасибо за проделанную работу и за представленные результаты исследования. Уважаемые участницы и участники, в чате вы найдете ссылки на полные версии исследования на русском и английском языках, они опубликованы, пожалуйста, посмотрите, ознакомьтесь с ними, и сейчас у нас есть возможность для вопросов и комментариев. Пожалуйста, вы можете их как написать в чат, так и озвучить голосом, но для этого прошу вас поднять руку, включить камеру и озвучить свой вопрос либо комментарий. Сейчас я посмотрю в чате, у нас появилось. Есть вопрос от Натальи Рябовой. Насколько кластеры подвержены влиянию этих текстов из экспериментов или вы не измеряли это? Кто бы мог ответить? Катерина. Катерина, можете ли вы подключиться? Отлично, спасибо большое. Мы не измеряли, потому что именно из-за того, о чем говорил Лев, из-за того, что это не имеет на самом деле практического значения, поскольку мы эти кластеры не можем легко идентифицировать по социально-демографическим характеристикам. То есть мы все равно бы не смогли дать совет в духе говорить женщинам из малых городов одно, а мужчинам из крупных городов другое. Спасибо. Наталья, пожалуйста, вы подняли руку. Я понимаю, вы хотели бы озвучить. Пожалуйста. Да, можно я еще вопрос задам. Я так понимаю, что вы в экспериментах предлагали людям сначала текст или отсутствие текста, и потом ответить на вопрос. То есть вы не предлагали им изменить свое мнение после того, как они уже ответили. Правильно? Правильно. Мы как бы случайно случайно выборки, случайно третий респондентов ничего не говорили, третий респондентов говорили, что-то положительное, третий что-то отрицательное, но так как мы случайно выбирали людей, которым предложить эти тезисы, то это эквивалентно тому, что эквивалентно изменению мнений. Это эквивалентно изменению мнений, кроме того, что человек не теряет лицо. Не теряет лицо. Меня свое мнение. Мы тут с коллегой обсуждаем вообще влияние этого фрейминга. Как вы думаете, вы взяли три вопроса в качестве эксперимента про пенсии, про приватизацию, вот мы тут спорим насчет того, насколько можно вообще повлиять на человека, людей, у которых уже есть сильные установки по какому-то либо вопросу. Осознанные установки или неосознанные установки, например, про ту же землю, которая не видится чуть ли не религиозным таким вопросом, может быть, не сильно осознаваемым. То есть, мы не можем делать вывод о том, что прочтение текста, например, где-нибудь в прессе изменит мнение большого количества людей, если у них есть сильные установки на эту тему. То есть, если нет мнения по какому-то вопросу, тогда легко повлиять. Если есть мнение, тогда сложно. Или я не права? В этом была цель эксперимента. То есть, да, если у человека есть сильное религиозное мнение, то никак на него не повлияешь. сильное мнение, насколько можно на них повлиять, насколько нельзя повлиять. На мнение некоторых людей повлиять было нельзя. То есть, мы давали положительный тезис, но 20% людей все равно говорили, что они против приватизации. Значит, так легко на них не повлияешь. Опять же, так как мы случайно выбирали людей, которым давали тезисы, они не отличаются друг от друга по всем остальным характеристикам, кроме того, показали ли мы положительный тезис, отрицательный тезис или никакого. Соответственно, это дает нам основание говорить, что где-то людей в эксперименте повлияло, люди с положительным тезисом отвечали статистически не так же, как люди, которым показывали нейтральный тезис или никакого не показывали, значит, что на них можно повлиять этим тезисом, значит, какая-то компания в СМИ политическая еще какая-то на эту долю населения может повлиять. Да, спасибо. Спасибо большое, коллеги, Наталья. И сейчас Юрий Дракохруст хотел бы озвучить свой вопрос. Юрий, пожалуйста, подключайтесь. Добрый день, господа и дамы. Лев, у меня вопрос по поводу этого очень интересного феномена, который вы установили, что практически нет никаких социально-демографических детерминант вот этой кластеризации позиции по отношению к соответствующим экономическим установкам. А может быть какие-то другие есть, тоже социальные. Ну, условно говоря, я говорю, что как-то некая скажем там относительная депривация, фрустрация, то есть вот люди придерживаются таких или иных взглядов потому что, потому что так, как вы в конце сказали, потому что они так думают. Почему они противоположным образом думают, неизвестно. Вот у вас есть какая-то хоть гипотеза каких-то объясняющих индикаторов? Нет, у меня гипотезы нет. То есть, да, мы взяли такие стандартные социоэкономические параметры, в которых часто в других странах люди отличаются. Если люди богаче, они думают про реформу по одному, если люди из больших городов по другому. Вот, поэтому мы взяли их, то, что как раз можно легко разделить людей на группы по доходу, по тому, в каком городе живут. И, да, эти факторы показались не слишком значимыми. Конечно же, могут быть другие какие-то скрытые факторы, ну, там, не знаю, хоть депрессия, хоть какой-нибудь личный опыт семьи, но это просто уже за рамками возможностей изменения. Это может слишком технический вопрос, но, тем не менее, вы не пробовали делать что-то вроде регрессии? То есть, может быть, эти отличия, они все-таки есть там и по возрасту, и по доходу, они как бы собираются и обусловливают это различие все-таки. Потому что по каждой переменной, да, различия небольшие, но если вы набираете много соцдемографических переменных, и по каждой отличии есть, может быть, они собираются в регрессию, нет? Вы не пробовали этого делать? все, они как раз собираются в кластеры, ну, может, Катерина лучше скажет, она отвечала за кластеры. Мы, то есть, регрессию можно сделать, и эти переменные типа возраста, образования и так далее, они будут там значимы, потому что, в принципе, какое-то различие мы видим, да, просто оно не настолько статистически значимое, но, скажем так, не экономически или политически значимое, то есть, мы не видим прям огромных различий между какими-то группами населения, да, то есть, тут регрессия нам, к сожалению, не поможет, да, она поможет там объяснить часть различий, опять же, политически прикладно значимого результата мы оттуда не увидим. Понятно, спасибо. Юрий, благодарю, коллеги, спасибо. Есть еще вопрос в чате от Татьяны Чулицкой, а как бы вы объяснили устойчивое непринятие белорусами и белорусскими частной собственности на землю? Я бы объяснил легко, собственно, из нашего исследования показано, что нету такого устойчивого неприятия, вот, то есть, это не что-то, что поддерживают все люди, там, все кластеры, и даже у консерваторов мнение не слишком такое строго негативное, согласно коэффициенту. Вот, согласно нашему анализу, консерваторы против частности собственности на землю, потребителям без разницы скорее, ну, а реформаторы поддерживают, так что нету такого устойчивого неприятия. Ну, я бы, может, еще добавила в целом про отношение к этому вопросу, нужна ли реформа на собственную землю, там у нас пропорция такая 40-30-30, 40% говорит, что реформа нужна, 30% говорит, что не нужна, и 30% затрудняется ответом, так что в целом тут нет какого-то явного непринятия, просто общество равномерно распределилось. Ну и да, я еще добавлю, что дискуссии на эту тему практически не происходило в общественном поле, все почему-то очень боятся эту тему поднимать, и думают, что она очень токсичная, а наш опрос как раз показывает, что нет, есть достаточно большое количество людей, с которыми можно про это разговаривать, и они не будут пугаться. Ну, опять же, из моего знания, вот страны, где вопрос как-то остро стоит, там, собственно, он остро начинает стоять из-за какой-то из-за политической там, острой дискуссии, когда начинаются там тоже какие-то аргументы около, чуть ли не около религиозного характера, вот, помню, Юлия Тимошенко выступал против реформы, против рынка земли в Украине, говорил, что земля это мать, мать нельзя продавать, то есть, это тоже такие аргументы не совсем экономические, вот, там, что-то про мать, сдайте мать в аренду. Спасибо, коллеги. Есть вопрос от Ольги Семашко. А какое практичное применение выника удоследование может быть внутри Беларуси и у выгнания? Это вопрос хороший, мы тут скорее теоретики, практичное применение зависит от того, собственно, от роли применяющего, в глазах читающего. Если вы политик внутри Беларуси или вне, то вы можете посмотреть на то, поддерживает ли общество те или иные меры, и можете там как-то, если вас это устраивает, можете начинать их продвигать, если вас это не устраивает, можете начинать какую-то кампанию, не знаю, пропагандистскую или что-то, чтобы там со временем общество пришло к вашему идеалу. Если вы исследователь, то, собственно, нам просто интересно, во-первых, да, первое, это поменялось ли что-то в Беларуси за последние годы, и как выглядит восприятие экономических ценностей в Беларуси, восприятие реформ, там, они не проводятся, потому что и Беларуси их не поддерживают, или по другим причинам, или Беларуси поддержали, если бы их провели, вот, так что тут нам такой ответ, может, не знаю, Виолетта и Катерина есть другие. У Виолетта и Катерины они разделяют ваш комментарий, Лев, так, больше в чате я пока не вижу вопросов, но я хотела бы озвучить еще вопрос, который оставлял человек при регистрации. Частично, возможно, да, уже это звучало, но тем не менее, я его озвучу, возможно, вы что-то добавите еще. Отличается ли экономический сентимент жителей западных областей Беларуси от экономического сентимента жителей восточных областей Беларуси. Есть ли такое отличие? Если да, то в какой степени? Боюсь, что мы забыли такое примерить. Ну, то есть, такой информации у вас не было. Но есть ли в этом смысл, вот как вы видите? По некоторым вопросам может быть, например, я думаю, по вопросу частности, собственно, на землю, например, я бы не сильно удивился, если есть какой-то градиент, там, не знаю, собственно, люди дольше жили под советской властью, меньше, и там от этого как-то воспринимают землю. По остальным вопросам, не знаю. Ну, мне кажется, мы всегда достаточно осторожно интерпретируем эту разбивку по регионам, потому что это все же онлайн-опрос, и тут сложно корректно интерпретировать. Можно сказать что-нибудь такое, а потом стоит объяснять. Так что, если бы это был телефонник какой-нибудь или личный, или гораздо побольше выборка, тогда было бы проще. Катерина, я видела, что вы написали комментарии, озвучу для тех, кто нас будет смотреть в записи. Катерина Барнукова добавляет, добавлю, что Юрий поднял интересную тему, пора, видимо, добавлять какие-то психологические метрики, вопросы, например, Big Five, большая пятерка, чтобы понять лучше, как люди формируют свои взгляды. Уважаемые участники, участницы, если у вас есть еще, возможно, какие-то комментарии или вопросы, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. У нас есть еще немножко времени. Если же, в принципе, это все, что вы хотели бы уточнить и спросить, напомню, что в чате сейчас уже есть ссылки на полные версии исследований на русском языке и на английском. Также после мероприятия мы разошлем вам эти ссылки на электронный адрес и также будет доступна запись этой презентации. Больше я пока вопросов и комментариев в чате не вижу. В регистрационной форме тоже больше вопросов нет. Потому, коллеги, мы можем на этом завершать. В качестве, возможно, резюме либо, возможно, еще что-то, что вы хотели бы добавить. Пожалуйста, Лев, Виолетта, Катерина. Я хочу сказать всем большое спасибо моим коллегам, участникам сегодняшней презентации, дискуссии. Все. Тогда огромное спасибо вам, Лев, Виолетта, Екатерина, за проделанную работу, за исследования, фонду Фредриха Эберта за возможность такие исследования проводить, участникам, участницам, за вопросы и за участие. И будем на связи. До свидания. Продолжение следует...